Поэтому приезжайте в Лиссабон, кайфуйте, пейте пиво, кушайте морепродукты. Когда нам принесут основные блюда, будет гайд по основным блюдам. Садимся в хороший ресторанчик. Мы сейчас сядем в Heaven's Door и, как всегда, сделаем обзор Heaven's Door. Ребята, всем привет из Лиссабона. У нас сегодня последний день в Лиссабоне полноценный. Завтра мы улетаем. Куда мы улетаем, я скажу позже. Мы после того, как прикоснулись к божественному, после посещения кафедрального собора Лиссабона, всем советую, смотрите видео. Видео будет немножко позже. Мы решили покушать. И сегодня мы решили покушать в традиционной португальской кухне, в нетрадиционном ресторанчике, вернее, с названием нетрадиционным для Португалии. Ресторанчик называется Heaven's Door. Необычное название для Португалии, я считаю, но кухня здесь португальская. Пообщавшись с русскоязычным официантом из Молдавии, который здесь уже живет 6 лет, он нам рассказал, что в основном блюда в данном ресторане, они относятся к португальской кухне. Много морепродуктов, рыба, треска. Хотя, что интересно, треску они поставляют из Норвегии, но так как они ее готовят, это блюдо с треской считается тоже португальской кухней. Очень много морепродуктов. Мы сегодня заказали морской суп. Здесь креветочки, кусочки рыбы. Суп мы не ели уже больше двух недель, и вот решили попушить суп. Сегодня, наконец-то, я узнал цену на пиво в ресторанах. И что интересно, 0,5 пива разливного местного стоит 5 евро, а Дашин сок свежевыжатый апельсиновый 5,90. То есть сок в португальских ресторанах стоит дороже, чем пиво. Наш суп стоит 6,90. Вот, мы его сейчас съедим. Когда принесут основное блюдо, я вам расскажу про основные блюда и цены на них. Так, меню выглядит очень просто, но меню очень богатое. Настолько много блюд из мяса, различные стейки, много жареной свинины с картофелем в основном. Также очень много блюд из рыбы, треска, лосось, морепродукты. Как в сковородочке, в такой, я так понимаю, что-то типа ризотто. Паэлья есть. Португальский вариант ризотто, они так и называют его рис с морепродуктами. Вот, нам парень сказал, что немножко по-другому готовится. То есть, в принципе, в португальскую кухню входят морепродукты, морепродукты, различные ракушки, креветки, лобстеры. Что было удивительно, мы вчера ели лобстера, а не лангуса. И это поразительно. Много тоже мяса. Вот, пока мы еще не приступили к еде, я скажу пару слов о Лиссабоне. Смотрите видео, но видео выйдет позже, когда я его смонтирую. Лиссабон классный город. Красивым его сложно назвать. Опять же, это мое личное мнение, я выражаю его постоянно. Потому что я не эксперт, но по картинке, как для туриста, если сравнивать многие столицы мира, в частности Европы, такие как Мадрид, Париж, ну и города типа Барселоны, не говорю про Северную Уроку пока, то Лиссабон, конечно, теряет в том, что он неухоженный. Архитектура не настолько подпезная, не настолько оборочная, как Мадридская. Если бы она была ухожена, покрашена и не такая пошарпанная, Лиссабон можно было бы считать красивым городом. Но по количеству достопримечательностей, зелени, парков, прибрежная зона, очень красиво оформлена и очень много зелени. И по отзывам наших друзей, Лиссабон очень комфортный город для жизни. И что интересно, по безопасности он превосходит даже Испанию. Поэтому приезжайте в Лиссабон, кайфуйте, пейте пиво, кушайте морепродукты. Когда нам принесут основные блюда, будет гайд по основным блюдам. Итак, нам принесли основные блюда, и они удивительные и по виду, и, надеемся, по вкусу. Я заказал традиционное португальское блюдо катаплана. Это в сковородочке вот такой треска, морепродукты. Можно увидеть креветочку, ракушки, картошку. Цена за это блюдо 34,90. Даша заказала лосось с креветочкой, с картошкой. Ее блюдо стоит 19,50. И салат немножко неудачный, потому что на картинке капрезе салат был с черри, как он и должен быть. Здесь просто помидор. С помидорами почему-то в этом путешествии нам не везет, но ничего. Мы кайфуем, наслаждаемся и кушаем салаты капреза в любом виде. Ребята, хочу сказать про суп, который мы съели. Это один из самых вкусных супов с морепродуктами, который мы на данный момент кушали. Я узнал, что вообще путешествуя по Южной Америке, для меня был супа де морискос, это общее название на испанском языке, супа с морепродуктами. Ну, наш официант нам объяснил, что здесь будет супа де морискос с крем-супом. То есть морепродукты в крем-супе. А остальное будет просто как бы суп с морепродуктами. Это не меняет нашего отношения к морепродуктам. Суп был невероятно вкусный. Кстати, чиабатта была очень вкусная. Мы насладились супом вместе с хлебом. Вот, продолжаем кушать основное блюдо. Супер-классный ресторанчик с не-португальским названием Doors to Heaven. Советуем. Однозначно, да.